идет сто восемьдесят шестой день войны сделка по освобождению заложников которая казалось бы была очень близко опять затрещала по швам и опять из-за позиции хамаса террористы по-прежнему выкручивают всем руки в том числе своим союзникам и различным посредникам выставляя невыполнимые условия даже с точки зрения этих самых посредников израиль наконец-то определился с датой начала операции в рафиахе и произошло первое боевое применение системы кепат ямин это железный купол установленный на кораблях то есть железный купол морского базирования обо всех этих событиях и других более подробно я вам сейчас расскажу всем привет меня зовут сергей услендер вы на моем канале не забывайте пожалуйста поддерживать мои видео это несложно просто реагируйте лайкайте дизлайкайте если не нравится подписывайтесь на канал не забывайте об этом тоже пишите комментарии включайте уведомления чтобы не пропускать новые видео выпускаем каждый день иногда по два раза можно поддержать канал финансово две платформы бусти и патреон ссылка на них находится в описании кнопочка супер спасибо где-то вот здесь такое сердечко с долларом или надпись супер фэнкс и можно стать спонсором канала на ю тубе все это важно нужно и помогает регулярной устойчивой работе канала и огромное спасибо всем кто это делает скажу сразу лет до 30 я вообще не знал что такое поход к зубному врачу тут спасибо генетике и папе с мамой который до 4 лет вообще не давали мне ни единой конфеты но потом все-таки пришлось обращаться и каждый раз поход донтисту для меня это серьезное испытание их откровенно говоря боюсь долго собираюсь духом переношу визит там под разными предлогами и так далее тут главная проблема найти хорошую клинику где не просто будут сверлить зубы а определят проблему устранят ее причину и только потом уже будут заниматься последствия если у вас есть проблемы с зубами если боитесь дантистов то вам в клинику magic touch ваш доди профессионализм это magic touch гарантия качества это magic touch решение для сложных случаев это magic touch красота и здоровье ваших зубов это magic touch до 36 беспроцентных платежей это magic touch особая акция к празднику песах 20 процентов акция действительно до 15 апреля так что если есть проблемы с зубами обращайтесь туда по промокоду auslender вы получите дополнительную скидку в 5 процентов адрес и телефон клиники у вас на экране но эти данные мы продублируем и положим их в описании этого видео итак израиль вывел практически большую часть практически все свои войска из сектора газа я напомню что в остаются там подразделения бригады нахаль который удерживает линию карни не царим которая делит анклав пополам отделяя его северную часть от южной это сделано с целью пресечь переток беженцев а вместе с ними террористов с юга соответственно на север анклава израиль категорически возражает против возвращения палестинцев пока в свои дома именно из-за этого из-за того что огромное количество террористов смешавшись мирными жителями переходят обратно и вот на севере снова вспыхивают столкновения бои операция в больнице шифа где было уничтожено и пленено порядка тысячи террористов показала что они вот пользуются вот этим перетоками гражданского населения вместе с ними и вроде бы как задвигалась дело с освобождением заложников израильская делегация отправилась в каир египтяне сейчас основные посредники там вроде как уже удалось согласовать позиции сторон и буквально вот вчера поздно поздно вечером стало известно что хамас отказался выполнять условия израиля несмотря на то что израиль был согласен выполнить условия хамас непонятно что они еще могут потребовать не знаю как какое еще требование безумное невыполнимое не могут выдвинуть там вывесить над мэрией тель-авива я не знаю палестинский флаг да ради бога вывесили бы если бы за это вернули наших заложников там не знаю что нибудь вообще абсолютно фантастическое не за передать им там батарею железного купола там бог знает что они еще могли потребовать но израиль уже практически согласился и выполнил одно из их условий то есть вывел войска из сектора газа не получив взамен ни одного заложника но чуть позже террористы видимо сообразив что они буквально вот так вот ткнули в глаза по этим посредникам да просто подставив и буквально израиль все согласен выполнить все условия давайте договариваться они отвергают это они опубликовали такое обращение в котором говорилось что-то примерно следующее что сопротивление не себя так называют рассматривает предложение хамаса со всей ответственностью хотя она не удовлетворяет требованиям и чаяниям палестинского народа вот так хамас вот как бы записал весь палестинский народ свои сторонники значит там помимо всего прочего появилось еще одно очень печальное обстоятельство первый этап освобождения заложников предусматривал что хамас должен освободить 40 человек это женщины дети оставшиеся вот эти братья биба с годовалой четырехлетней это мужчины старше 50 лет не подпадающие под категорию военнослужащие и мужчины находящиеся в тяжелом состоянии за это израиль должен был освободить тысячу палестинских заключенных в том числе и с кровью на руках и выполнить еще там определенные условия кроме возвращения жителей на север вот это вот как бы израиль с этим категорически не согласен но это все вот пробовали договариваться и внезапно хамас заявил о том что у него нет 40 заложников живых подходящих под эти категории то есть хамас судя по всему вот количество заложников которое изначально было обозначено 134 которую не находится в руках их не столько их меньше то есть какая-то часть заложников или погибли или умерли в плену и вот этот момент очень сильно вот в израиле всех встревожил и напряг да то есть как бы из-за за что торгуется хамас у него нет такого количества заложник значит окей тогда включите в эти 40 оставшихся там тех же захваченных солдат или девушек военнослужащих и так далее но на это хамас категорически не идет хамас говорит что все кто имел отношение к армии был захвачен в плен вот ну или захвачен в заложники на военных базах вот будучи военнослужащими израильской армии их отдадут только после полного прекращения войны и достижения вот условно мирного соглашения короче говоря переговоры вновь затрещали и по этому поводу в международные посредники тот же катар тот же египет там американцы и так далее выразили свое так сказать возмущение мол что вам еще нужно какого рожна вам еще нужно для того чтобы израиль уже выполнил эти все условия отдайте уже заложников хотя бы 40 человек ничего подобного вообще в принципе надо сказать что в израильском обществе сейчас есть существуют две такие полярные точки зрения одна сделка любой ценой то есть верните заложников другая продолжать войну до победного конца до уничтожения хамаса что касается первой точки зрения о значит сторонники то и другой друг друга там ненавидят есть протесты и за войну и против войны и так далее в общем бы у нас тоже в обществе такой опять наметился раскол надо сказать что вот я не продерживаюсь не не той ни другой точки зрения я где-то посередине нахожусь я считаю что заложников нужно освободить в первую очередь потому что эти люди были захвачены в плен были захвачены в заложник террористами в своих домах на канонической территории израиля да когда не спокойно спали в своих постель государство нарушил один из важнейших принципов договора со своими гражданами не обеспечила им безопасности теперь государство в лепешку расшибиться чтобы этих граждан вернуть домой вот хоть ты тресни но обеспечь и уничтожение хамаса да и война в газе это тоже важная цель но она после освобождения заложников на мой взгляд является вторичной давайте сначала сделаем все чтобы освободить наших граждан а потом добьем хамас тут спору нет несмотря ни на какое давление никакую международную реакцию и вот тут нужно упомянуть о том что вчера бениамин нетаньягу наш премьер-министр записал обращение по итогам заседания военно-политического кабинета где сказал буквально следующее то есть израильское военно-политическое руководство согласовало планы действий армии и определилась с датой начала операции в Рафехе когда это произойдет когда это наступит мы не знаем когда это дат может это завтра начнется может через неделю а может в мае я не знаю или в июне вообще трудно сказать но понятно что без контроля над Рафехом нам Хамас не добить нам вообще проблематично будет добить Хамас сейчас кстати вот может произойти следующее об этом говорят очень многие эксперты что в тот момент когда мы начнем эвакуацию мирных жителей из Рафеха большое количество боевиков может быть большая часть перетечет из Рафеха на юг газы в Хан Юнес там в центр газы Нусерат, Дирельбалах, Эльбурейдж или вообще на север каким-то образом попадет может быть по подземным ходам по тоннелям и опять в этих районах возобновятся боевые действия но здесь Израиль уже перешел вот об этом буквально объявлено исключая Рафех к третьей фазе кампании это контроль воздушный там и с помощью разных средств над сектором газа и рейды вот как было в больнице Шифа если первый раз до больницы Шифа мы шли две недели то вторая операция заняла несколько часов я имею ввиду дойти до Шифы ее полностью изолировать и зачистить там это правда заняло довольно много времени но имеется ввиду этап достижения цели достижения вот имеется ввиду физического достижения цели кому туда дошли это заняло буквально несколько часов поэтому еще раз третья фаза началась это примерно то же самое что происходит в Иудее и Самариле на западном берегу есть разведданные о группе террористов зашли зачистили убили захватили ушли вот примерно так это все происходит очевидно совершенно что темп войны был потерян но об этом я говорил накануне в предыдущем видео да что мы немножко увязли во всей этой истории 186 дней на севере вообще непонятно что происходит и как там это все произойдет что касается севера скажу отдельно сейчас армия перебрасывает туда технику и людей вполне возможно что вот эта пауза в газе связана с тем что хотят начать на севере военную тайну я не открываю об этом сейчас пишут все буквально и арабские издания и западные издания и все кому не лень так что тут в этом смысле все нормально посмотрим как там все будет развиваться потому что север остается важной критически важной переменной будет у нас война с Хизбаллой или нет скорее всего как по мне будет Хизбалла кстати на севере сейчас используют новую тактику они ведут комбинированные обстрелы дают мощный ракетный залп скажем по городу Кириадшмо на 30-40-50 ракет железный купол их сбивает начинает перезаряжаться и в этот момент они запускают беспилотник и сразу весь север вся верхняя Галилея там или весь район Кенерета или Голландский высот становятся красными такими на экранах служб оповещения потому что беспилотник штука управляемая в отличие от реактивного снаряда он полетит может сюда может вот туда и поэтому вот объявляется тревога на всей территории куда он теоретически может долететь потом его сбивают или он сам помпадает или подавленный рэбом падает и неважно но факт что это доставляет довольно много неприятностей гражданским которые там все еще находятся потому что на Голланах например эвакуация не проводилась там живут люди город Кацрин там и другие поселения вокруг и вот у них сейчас периодически звучат тревоги кроме этого есть такая группировка исламское сопротивление в Ираке это прямые прокси Ирана они находятся в Ираке шиитская такая милиция шиитское ополчение там назовите это как хотите террористы короче говоря они сейчас повадились играть в такую игру они снимают запуск ракеты и беспилотника вот прям красивое видео канал улетает куда-то вдаль на этом видео обрывается после чего они публикуют сообщение спустя там пару часов о том что они поразили какую-то жизненно важную цель на территории сионистского образования то они поразили значит авиабазу Хацерим это в Бершеве соответственно на юге Израиля там базируются самолеты F-35 то они поразили нефтеналивной порт в Ашкелоне в Ашкелоне нет нефтеналивного порта там и порта то нет как такового там марина есть для яхт вот что-то в этом роде и причал для разгрузки топлива для электростанции тамошней то они значит поразили так и пишут жизненно важную цель но не пишут какую то они поразили базу Йохантен в Израиле нет такой базы с таким названием просто ее не существует то есть чуваки просто играют в такую Коношенковщину да помните вот эта история что все намеченные цели поражены там нанесены удары по местам хранения безэкипажных катеров в городе Львов там что там во Львове делают безэкипажные катера непонятно но тем не менее и в общем вот они поняли что кураторы им иранские дают деньги деньги надо как-то отрабатывать и вот они значит красиво в белый свет как копеечку пускают свои ракеты беспилотники потом отчитываются нельзя сказать что эта угроза прям совсем пустая потому что накануне был прилет в Эйлате это самый южный город Израиля который вот обстреливали хуситы ракетами сейчас повадились обстреливать иракские вот эти шииты они пускают эти дроны через территорию Иордании но если посмотреть на карту вот Иордания вниз по карте и там уже Эйлат соответственно Иорданское ПВО видимо не самая такая совершенная на планете это раз во-вторых дрон одиночный все-таки цель такая довольно сложная для перехвата ПВО и вообще для обнаружения что мы видим сейчас по украинской войне по вот этим ударам по дальним российским тылам и так далее и вот один их беспилотник сумел долететь аж до военно-морской базы в Эйлате и поразил ангар ну просто дырку сделал в стене ничего никакого ущерба кроме этой дырки не было но сам факт важен и неприятен то есть их беспилотники способны долетать а если он такой попадет в корабль в боевой например поэтому сейчас в Эйлатском заливе несут дежурство боевые корабли и вот впервые в истории произошло боевое применение системы Кипат-Ямин это железный купол но установленный на корабли для морского базирования он умеет сбивать и беспилотники частично там крылатые ракеты может перехватывать неуправляемые снаряды и так далее вот система Кипат-Ямин поразила беспилотник который летел вот откуда-то с того направления то есть это первый случай боевого применения я вообще говорил о том что вся эта война стала такой очень сильной рекламой для израильской ПВО и комплекс ХЭДС-2 и комплекс ХЭДС-3 первое боевое применение боевой перехват в стратосфере баллистической ракеты и вот первый перехват системой железный купол морского базирования ну и пожалуй последнее что скажу вот постоянно требуют от Израиля увеличения там гуманитарной помощи поставки гуманитарной помощи в газу вот только за вчерашний день 419 грузовиков с гуманитарной помощью топливо медикаменты еда вода там и так далее были поставлены в сектор газа со стороны Израиля сколько поставляет страны Египта мы не знаем кстати я вот такими данными не располагаю но там есть КПП там есть переход пожалуйста поставляйте своим братьям единоверцам сколько хотите хоть 1419 но что-то Египет в этом смысле не особо проявляет там какую-то заботу о страдающих палестинцах а преимущественно вот ограничивается всякими заявлениями о том что нужно немедленно прекратить огонь в газе вот эти требования со стороны международного сообщества немедленно прекратить огонь в газе обычно сопровождаются кстати второй частью это немедленно освободить заложников без предварительных условий но эта вторая часть куда-то таинственным образом пропадает и в результате все выглядит так что весь мир требует от Израиля прекратить огонь в газе нет проблем верните заложников отдайте людей детей женщин стариков там девушек и всех кого вы захватили и поговорим о прекращении огня нет ни в какую террористы этого не делают у террористов есть один важный ресурс это время время сейчас работает против Израиля но за Хамас Хамас держится в Рафиехе у Хамаса в руках заложники главный стратегический актив опять же посмотрим как это все будет развиваться потому что я так полагаю что в ближайшее время что-то должно произойти либо сделка либо начало операции в Рафиехе начало операции в Рафиехе будет означать полное прекращение переговоров больше никакой сделки не будет и там уже вот как говорится как пойдет да или удастся кого-то освободить из заложников или там может быть кому-то из них удастся сбежать я не знаю перейти к нашим военным трудно сказать посмотрим так что будем следить за этой ситуацией еще раз напоминаю идет 186 день войны спасибо что смотрите мои видео будем продолжать с вами обсуждать события этой войны события войны в Украине обязательно там есть несколько таких новых любопытных обстоятельств и разных других событиях тоже еще раз спасибо всем пока